Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях среды 22 августа вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. В крае собрали почти 275 тонн чайных листьев, о развитии чаеводства сегодня говорили в Сочи. В Сочи состоялась встреча с обманутыми дольщиками Садко Инвест. Мэрия намерена добиться ввода в эксплуатацию дома уже в этом году. В Сочи по центральной улице пронесли гигантский триколор. Вся страна отмечает день государственного флага. Лучшие бойцы мира меряются силами в Сочи. На курорте проходит международный турнир по профессиональному боевому самбо. Пассажиры самолета Ту-204, который вернулся в аэропорт Уфы из-за возгорания двигателя, все-таки прибыли в Сочи. Они вылетели на курорт спустя 6 часов после ЧП. Напомню, самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Уфа в Сочи, совершил аварийную посадку из-за возгорания левого двигателя почти сразу же после взлета. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. Пострадавших нет. Часть пассажиров отказалась продолжить полет после инцидента. Остальные уже в полдень прибыли в Сочи. К другим новостям. В крае собрали почти 275 тонн чайных листьев. О развитии чаеводства сегодня говорили в Сочи. На курорте прошло совещание, где обсудили перспективы отрасли в регионе. Вениамин Кондратьев встретился не только с производителями чая, но и с учеными. Перед этим губернатор Краснодарского края посетил предприятие по выращиванию и переработке чайного листа в Мацесте и пообщался с работниками. Там получают продукцию стопроцентным органическим способом. На Кубани производством чая занимаются шесть крупных предприятий, не считая небольших компаний. Валовый сбор этой культуры в регионе за последние два года вырос на 60%. В администрации Сочи состоялась очередная встреча с обманутыми дольщиками. На этот раз проблемного объекта Садкоинвест. Мэрия намерена добиться ввода в эксплуатацию данного объекта уже в этом году. У этого объекта на Виноградной изначально все пошло не по плану. По проекту он должен был быть 16-этажкой с 56-ю квартирами. В итоге их 168. Но права собственности на эти квадратные метры дольщики еще не получили. Период ожидания длится более пяти лет. В надежде на передачу имущества от застройщика граждане создали товарищество собственников недвижимости. Но ни объект, ни землю их кооператив пока не получил. Вопрос признания прав собственности тормозят и параллельные судебные разбирательства. Несколько дольщиков Садкоинвест решили расторгнуть договор долевого участия и требуют возврата денег. Представитель компании-застройщика пока просто судится с кредиторами. Теперь вы рассказываете нам, что у вас проблемы. А не хотите, чтобы вами занялись правоохранительные органы? Вы почему мошенническим путем поменяли проект? Почему людей обманули? Они же смотрели и покупали квартиру 56-ти квартир на вжилом доме. Почему вы построили больше? Обращайтесь в прокуратуру, пишите заявление на мошеннические действия. Потому что, ну, по крайней мере, вот он сидит, машет и врет же, понимаете. Он ни одного, проходит время, ни одного действия не сделано. Взялись, деньги собрались с людей, будьте добры доделать. Что вы сделали за это время? Где проект котельной? Вы замазывали глаза людям. Сети у вас не готовы, самое главное. Ни газовой котельной, ни тех условий от водоканала и электросетей застройщики еще не получили. Вмешаться в решение вопроса решила администрация города. На встречу, как и с другими обманутыми дольщиками, глава курорта пригласил руководителей ресурсоснабжающих организаций. Коммунальщики готовы пойти навстречу гражданам и по возможности удешевить производство необходимых работ. К слову, водоканал готов построить канализацию и два водопровода в рассрочку. Остальные предприятия жизнеобеспечения также в ожидании обращений на технические присоединения. Именно вот эта встреча прояснила ситуацию полностью по нашему объекту. Мы не знали, что договор с электроснабжающей организацией не заключен, с водоканалом тоже не заключен. И вот что у нас такая сложная ситуация. В принципе, нас застройщик говорит, что у нас, в принципе, все в порядке. Конечно, надежда затеплилась, потому что администрация, я вижу, что она идет нам навстречу, согласна помочь. Потому что у нас сейчас самое главное – получить собственность и подключить, естественно, коммуникации. Самое лучшее нам напрямую – работать с сетевиками. Хотела уже побывать на таком совещании уже давно. Я очень довольна результатами, хотя, собственно, результата окончательного еще нет, хотя бы он промежуточный. И это уже очень хорошо. И это позволит подгонять нашего застройщика. Нам будет легче разговаривать с застройщиком, потому что до этого времени он нас фактически обманывал. Теперь решение вопроса зависит от представителя компании-застройщика. Очередная встреча назначена на 24 августа. Галина Моисеева, Инга Габешия, Михаил Дубинин, Алексей Давыдов. Телекомпания «ФКТ». Ремонт дорог, газификация улиц и строительство новых систем водоснабжения. С такими просьбами к губернатору накануне обратились жители Кубани. Вениамин Кондратьев провел прием граждан. Люди приехали из пяти районов края. Надежда Хныкина из станицы Ленинградской рассказала главе региона об улице Мира, которая в разбитом состоянии находится уже 20 лет. По словам местной администрации, не было денег на ремонт. Много нареканий мы получаем от скорой помощи, а не отодлежащей к качеству нашей дороги. А такси вызвать совершенно невозможно. Они не берут у нас даже вызовы. Таких улиц Мира, к сожалению, в нашем крае, наверное, немало. Я даже убежден. И название-то у нее красивое, светлое Мира. На самом деле не пройти и не проехать. У меня, в первую очередь, вопрос к коллегам, почему мы доводим улицы до такого состояния, а почему вовремя их не ремонтировать? И тогда мы не будем огромные-огромные деньги тратить уже на капитальный ремонт. А не проще ли просто подходить к текущему ремонту более качественно? И тогда бы мы не допустили такого коллапса. Вот тоже есть вопрос системного подхода. И в свое время принятые меры дорожника, или кто отвечает за дорожное хозяйство, они бы не привели уже к капитальным ремонтам. Участок улицы Мира в станице Ленинградской, который не ремонтировали 20 лет, после приема граждан у губернатора пообещали привести в порядок уже к 10 сентября. Еще одной проблемой, которая нашла свое решение, стали перебои с водоснабжением в хуторе Горбузовая балка Брюховецкого района. Об этом Вениамину Кондратьеву рассказала местная жительница Нина Кравченко. Сети очень старые, поэтому постоянные аварии мешают людям нормально пользоваться водой. Это проблема не только одного хутора. Износ коммунальной инфраструктуры в регионе местами достигает 70%. По поручению губернатора, каждый год в крае должны обновлять минимум 5% сетей. Сегодня необходимо эту систему все менять. Мы сегодня работаем над вопросом финансирования, в том числе, федерации, региона, поселения, района, чтобы исправить данную ситуацию. Сегодня дыры уже настолько большие, что латать их все сложнее и сложнее с каждым годом. Конечно, здесь нужно такое кардинальное решение, а оно только одно – это замена сетей. Давайте все-таки зайдем из принципа того, где тонко. Вот какие муниципальные образования, какие населенные пункты максимально тонко. Тогда в этой части бюджет мы, конечно, увеличим именно для таких населенных пунктов, где мы долю своего софинансирования увеличим, а долю муниципалита еще уменьшим. Только потому, чтобы все-таки люди здесь не страдали. В самом хуторе «Горбузовая балка» начать строительство нового водопровода после проведения необходимых конкурсных процедур планируют в марте следующего года. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 23 августа в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23. Днем 26-28 градусов выше нуля. Белый, синий, красный. У российского триколора сегодня персональный праздник. По всей стране отмечают День государственного флага. Жителей Кубани с этим поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев. У себя в Твиттере он написал, что это важный для каждого гражданина России день. Флаг – это символ нашего единства. Его цвета воплощают лучшее качество гражданина России. Честность, отвагу, верность, силу. В этом году мы все испытывали гордость, когда российский флаг выносили на поле чемпионата мира по футболу. У всех в сердце останется печальный опыт прошлых Олимпийских игр, где российским атлетам не дали выйти под родным флагом. Но это сделало нацию только сильнее и сплоченнее. Сегодня в честь Дня российского флага по всему краю прошли митинги, флешмобы, турниры. В Сочи по центральной улице пронесли гигантский триколор. Праздничные мероприятия с самого утра проходили на главной площади курорта – площади флага. Главный символ страны пронесли юные сочинцы разных национальностей и представители диаспор курорта как символ многонационального государства. На территории России проживает 190 народов. В национальных костюмах ребята прошагали по улице Новогинской. Здесь на площади флага гигантское полотнище закрепили на флагшток и торжественно подняли над городом. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна. Российский триколор – это не просто один из символов страны. Флаг объединяет всех россиян вне зависимости от национальности и вероисповедания, подчеркнул глава курорта в своей приветственной речи. Под этим флагом наш город вместе со всей страной подарил миру зимние олимпийские и паралимпийские игры, всемирные хоровые игры, 19-й Всемирный фестиваль молодежи, чемпионат мира по футболу. Под этим флагом мы делаем новые уверенные шаги вперед, строим достойное будущее для нашего города, нашего края, нашей страны. Наградили в этот день и победители городского конкурса «Гор» дареет флаг державный. В номинациях творческий номер, лучшая фотография, лучший видеоролик призерами стали и взрослые дети. Ну а после официальной части на сцене выступили творческие коллективы города. Посмотрите, как сегодня красиво. Все сегодня счастливые, радостные, поэтому берешь фотоаппарат, берешь хорошее настроение и вперед. Я своим детям рассказываю о значении цветов, что цветовая гамма нашего флага – это не просто так. Это белая чистота, синий – это небо наше мирное и красное. Это, к сожалению, кровь наших предков, которую они проливали за нашу свободу, за наш мир. Это все-таки патриотическая акция. Все-таки это патриотизм. Надо воспитывать патриотизм детям. Чувство гордости за Россию, за страну свою. Не знаю, что это такое. Надо приучать их к этому. Мурашки бегут, потому что и песни все патриотические, и настроение хорошее. Конечно же, наши дети знают, что такое флаг России, что это символ государства. Поэтому мы сегодня здесь. Мы жители России. Это для нас очень важно. Это наш родной праздник. Очень приятно, конечно, когда развивается над нашими просторами, над нашими полями, над нашим городом, над нашей страной. Наш трековый. В этом слове источник силы. Повторяем вперед, Россия. Продолжился праздник и вечером. Каждый смог принять участие в конкурсах, розыгрышах, флешмобах и викторинах. Ну а специальным подарком для молодежи стала дискотека. Ольга Десятого, Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Мобильный пункт оказания бесплатной юридической помощи будет курсировать по Сочи. Акцию на курорте проведут специалисты сочинского филиала Всероссийского госуниверситета юстиции. 23 августа с 9.30 мобильный пункт будет работать на площади перед домом культуры Дагомыс. А на следующий день специалисты приедут на Мацесту. Там они будут работать на улице Аллея Челтенхэма, 21. 25 августа граждане смогут проконсультироваться у юриста в микрорайоне Ареда. Там мобильный пункт будет работать на улице Чебрикова, 38. Сочинские полицейские задержали 35-летнего жителя Томской области. Его подозревают в кражах с городских пляжей. Установлена его причастность к 20 таким фактам. В дежурную часть УВД поступило несколько сообщений о кражах, совершенных на пляжах. Во всех случаях пропали личные вещи, сумки и мобильные телефоны. Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя Томской области на одной из центральных улиц города-курорта. Ночью я пытался разбить стекло. И сотрудники полиции услышали, когда я выходил из леса. При имени был телефон, айфон, уже ранее украденный днем. Установлена причастность задержанного к 20 кражам. Он сам признался, что наблюдал подолгу за курортниками, дожидался, когда они уйдут купаться и воровал сумки. Сумма общего ущерба устанавливается. В отношении гостя курорта возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В Сочи стартовал ежегодный социально-педагогический фестиваль «Образование-2018». Он уже 24-й. По счету и традиционно в его рамках обсуждают ключевые вопросы как муниципальной, так и российской системы обучения. В первый день Большого форума мероприятия прошли сразу на нескольких площадках. В первой гимназии, например, обсуждали проблемы дополнительного образования. В частности, говорили о том, что доп. образование не должно быть вторичным. Ну а ученик может сам выбирать собственную образовательную траекторию. До каких пор будет это продолжаться, что мы стараемся что-то для ребенка такое интересное, важное для него, а учитель в школе говорит, нет, это все ерунда, а вот главный предмет – это школьный предмет. Когда это кончится? И вот я взял такое нахальство, ответственность на себя сказать. Это закончится тогда, когда ребенок сам освоит позицию, в которой будет решать, что ему нужно, а что ему нужно не очень или совсем не нужно. Также говорили о важности участия в грантовых проектах. Опытом поделился Центр дополнительного образования «Хоста», который единственный в крае в этом году выиграл федеральный грант в 2 миллиона рублей. Грантовая поддержка на сегодня очень нужна и важна для Центра дополнительного образования. Кроме того, что это финансовая хорошая поддержка, но это еще заставляет нас, участников образовательного процесса, всех участников образовательного процесса идти в ногу со временем. Ну а сам ПЕД-фестиваль будет проходить в Сочи еще неделю. Педагоги и представители общественных организаций, социальные партнеры отрасли обсудят новые методы обучения и воспитания, современные образовательные технологии и целый ряд других вопросов. Завершится фестиваль 29 августа в Зимнем театре традиционным городским ПЕД-советом. Там, где любовь, в Сочи откроется художественная выставка династии Щеткиных-Валетовых. Экспозиция будет работать с 24 августа в Музее Островского. Художники подготовили несколько серий работ, в том числе серии Крымский Прованс, Ласковый берег и Ялта. Увидеть картины Щеткиных-Валетовых зрители смогут до 7 сентября. 1 и 2 сентября Сочи примет соревнования российской серии кольцевых гонок. Они станут главной проверкой автодрома перед пятым Гран-при России «Формулы-1». В программе гоночного уикенда – шесть динамичных заездов и развлечений для всей семьи. За ходом соревнований можно будет бесплатно наблюдать с главной трибуны. В рамках гонок на Сочи-автодроме также пройдут тренинги и семинары всех служб, задействованных в спортивной организации «Формулы-1». Это соревнование станет последним на трассе в Олимпийском парке перед королевскими гонками, которые пройдут с 27 по 30 сентября. Квалификационные заезды всех групп пройдут в пятницу, а в субботу и воскресенье пройдет по три гонки с перерывами на автограф-сессии, во время которых любой желающий сможет пообщаться с титулованными пилотами. Лучшие бойцы мира меряются силами в Сочи. Поединки девятого международного турнира по профессиональному боевому самбо платформа С-70 традиционно проходят на курорте. Накануне прошла традиционная процедура взвешивания спортсменов. Бойцы впервые встретились лицом к лицу со своими оппонентами. За церемонией наблюдали журналисты, юные сущинские самбисты и организаторы турнира, на который, к слову, приезжают первые лица государства и всемирно известные личности. Это девятый турнир по профессиональному боевому самбо. Самое главное, что в этом году нам 80 лет, это тоже немаловажно. И мы каждый турнир посвящаем какой-то тематике. Эта тематика посвящается нашим великим доставникам нашей страны в различных видах спорта. За чемпионские пояса борются 24 представителя ведущих мировых школ единоборств. Всего пройдет 12 поединков. Главным и последним станет бой весовой категории свыше 100 килограммов. На ринге российский боец Денис Гольцев, на счету которого 21 победа и 5 поражений, и бразилец Эдналдо Оливьери. Мой соперник, боец из Бразилии, достаточно именитый, в России уже неоднократно бился. У него очень хороший рейтинг, всего лишь 3 поражения, 18 побед. Но действительно в бравом масштабе это серьезный рекорд, с которым надо приходится считаться. И в таком сопернику, безусловно, приходится серьезно готовиться. К поединкам российские спортсмены подошли в отличной форме. Организаторы уверены в зрелищности боев. Запланирована и прямая трансляция на спортивном канале. Все новости уже на нашем сайте FKT.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь, такая, как любишь, такая, как нравится, такая, как всегда. Сезоны «Женская одежда». Парковая 17.